И так, уважаемые телезрители, программа «Разбудильник» у нас продолжается. И по заставке мы с вами выяснили о том, что в студии у нас находятся гости, точнее гости. Встречайте, Аканова Жазера, психолог, и сегодня мы говорим о очень важных вещах. Доброе утро, как ваше настроение? Здравствуйте, наконец-то потеплело. Да, мы все ждем, что это потепление надолго задержится. И хотя бы чуть-чуть прогрелись и сердца, и руки тоже. Все, отлично. Но вот с хорошим настроением мы сегодня говорим о очень важных вещах, которые волнуют. Сейчас именно она, можно сказать, обострилась, эта проблема у человечества, у всего человечества, можно сказать. Мы говорим о лудомании. Расскажите, пожалуйста, что это такое для тех, кто не знает, что это такое? Сейчас на данный момент такая большая эпидемия, которая сразила многие семьи. Ну, как ни странно, лудомания была и до нашего времени, и, к сожалению, пока, наверное, она будет продолжать развиваться. Так как есть многие факторы, которые способствуют этому. Она стала более доступной, я бы так сказал. Изощрённее. Изощрённее, да. Или так вот, преподают, подносят таким красивыми соусами. Лудомания есть, есть гемплинг. Сейчас немножко объясню. Лудомания – это страсть к играм, любовь к играм. Это наши любимые танчики, CSGO, вот это все. Туда и входят и видеоигры, и так далее. Патологический гемплинг – это страсть к азартным играм. Там, где превалирует финансовая потребность. Там, где есть финансовое вложение. Это и есть патологический гемплинг. С 2018 года он входит в МКБ-10 и лечится под особым протоколом психиатра. Поэтому, когда люди говорят, что лудомания – это просто проявление характера, и переживет, перерастет, пройдет, это ошибочно. Так как гемплинг входит не только в характер человека, но еще и влияет на многие функции когнитивного характера, где страдает я человека, самооценка, окружение, это общение с миром, проявление себя. И также влияет на подкорку головного мозга. То есть постоянный стресс – это неконтролируемый выброс адреналина, работа надпочечников. И из-за постоянного стресса, кора головного мозга истончается, и реакции организма становятся непредсказуемыми. Поэтому это очень опасное заболевание, опасная мания. Допустим, если брать сравнение с наркоманией, это химическая аддиктивность. То есть мы понимаем, что это химическая зависимость. А лудомания, она скрывается очень, знаете, под неизвестными факторами. Кто входит в группу риска? Вот так. Вообще выделяют три возрастные градации. Это начинающие 18-30, такой вот разбег большой, где все только начинается, где есть надежды, что все получится, где-то выстрелят, многие говорят, вот сейчас, сейчас точно. Вторая градация 30-35, когда уже происходит разочарование в развитии, в социализации своей. И только там они видят выход. Видят выход, и окружение им уже неинтересно, и менять они ничего не хотят. И самое легкое, это, конечно, уйти туда. Ну и 35 выше, это уже те, кто отчаялись совсем, и действительно они ушли с головой в это. Хорошо, у нас есть сообщение, сейчас прочитаем. Доброе утро, разбудильник. Мой сын постоянно сидит за компьютером, его ничего не интересует. Но учится она отлично. Подскажите, находится ли он в зоне риска? Спасибо от Алтын. Вот так. Алтын, интересный вопрос. Еще бы хотелось бы узнать, сколько лет ребенку. Ну, учится в школе. Ну, есть разные возрастные градации, поэтому здесь брать шаблонно нельзя. Тут надо все смотреть индивидуально. Пример из практики. Очень многие думают, что лудоман, он сам к этому пришел, и он сам должен справиться. В теории да, окей. Но есть и соцзависимые люди, которые влияют на эту зависимость, и которые напрямую были таким триггером, рычагом к запуску этого механизма. Был случай такой. Привели взрослого человека, лет 30, мужчины успешны, все хорошо, но уже 3-4 года сидит в сильной зависимости, миллионы долгов, уходили несколько машин уже, получается, сливает свой бюджет полностью. Семья на еждивенье у родителей, родителей мужчины. Начинаем работать, и я понимаю, что мужчина, его психика как выжженная земля. Там ни за что захватиться, практически невозможно что-то посеять, что-то доброе, что-то хорошее, что-то, чтобы вдохновлять, потому что он выгорел все. Человеческие факторы в плане как мотивации, свое я, окружение, любовь, все. У него этого не осталось, сложно работать. Начинаем работать в практике, и я вижу, что мужчина живет из чувства долга. Я должен. Я должен маме, я должен папе, я должен семье, я должен, я должен. И так произошло, что в процессе жизни из этого я должен, он ничего не оставил своего. Начиналось, что он всегда мечтал быть футболистом. Но мама сказала, в детстве, играй хорошо, развивайся. Но ты должен. Но ты должен. Должен нас кормить, когда мы состаримся. Футбол это не конкретно, это не серьезно. Поэтому играй, развлекайся, все хорошо. Растет, поступает на юридический. Там уже не до футбола. Самое странное, что на работе он выкладывается, он делает, но как только он выходит, снимает свой пиджак, он уходит сразу в игру. Потому что тот мир ему дает то, что он не смог реализовать в настоящей жизни. И когда мы уже работаем с родителями, подводный камень, получается так, что родитель не понимает, как он может принять участие в терапии. А на самом деле база – это как раз-таки семейная терапия. Тут должна вся семья поменять свое мышление и мнение насчет его жизни, насчет этой игры. То есть они не понимают. Почему именно он играет в эту игру? То есть они не видят побочку. Они держат на вот это «ты должен». То есть они дают эту любовь. Ну какую? Она условная. Ты нам вернешь. Человек растет. И это давит его, принижает, и он не может реализовать. Но есть, соответственно, плачевные исходы, которые лучше не допускать. Были срывы. Мы с ними работали не год. Они приходили, все хорошо, я согласна, я согласен, и так далее. Срывалась мама, срывался папа. И не хотели работать. Было такое слое. Даже не сам у дома. Созависимые люди отказывались. Проходи терапию. Но увидели, что он таял на глазах. Это вот такой термин. И им пришлось. Они согласились. В итоге выход нашли в том, что оставили работу и перешли на футбол. Он реализовался. То есть все-таки нашли выход. Он реализовался. Самое приятное, что есть человеческое поле, которое работает на нас. Активизировалось его поле. Сразу же нашелся грант на обучение в спортспаке. То есть весь мир... Жизнь перевернулась для него в его сторону. Нам, специалистам, за этим наблюдать еще более приятно. Потому что мы видим, что работа прошла не зря. Отлично. Сейчас прочитаю сообщение. Потом переремся на музыкальную паузу. Я думаю, это очень важно. Привет, разбудильник. Спасибо, что освещаете важную тему. Лечим брата от лудомания. Нервы потрепал уже полгода. Как вроде бы все хорошо. Берегите своих родных от этой страшной зависимости от Алины. Сталкивалась с молодежью. У нас замечательная молодежь в нашем регионе, которые не боятся молчать об этом. На многих форумах именно молодежь поднимает этот вопрос. Но, к сожалению, у каждой второй семьи есть кто-то из близких, который пострадал от этого. И, к сожалению, созависимость охватывает поколение. Итак, программа у нас продолжается. И мы сегодня говорим о действительно важной теме, которая волнует всех. Большинство волнует, особенно тех, кто касается. Скажите, мировая практика. Как она сейчас? Что в ней нового произошло? Расскажу с примера Франции. Очень интересно. Все мы знаем про Куршевель. Красиво, дорого, богато. Но есть один подвох. Если вы являетесь гражданином Франции, то вы не имеете права заходить в зону игровых автоматов, казино и остальные места, где присутствуют азартные игры. То есть это прям на законодательном уровне строго-настрого запрещено. Штрафуется как и сам посетитель, и само казино. Поэтому даже самому казино невыгодно впускать таких игроков. Поэтому там играют только приезжие. Хорошо. А вот в нашей стране как с этим борются? По Камесь мы знаем, что запускается новый законодательный проект. Президент подписывает. И плюс к этому еще я знаю, что многие игровые автоматы, в принципе, букмекерские конторы вывезены за пределы городов. Ну и пока они базируются на территории нескольких городов. Назвать не буду, чтобы не притягивать. Правильно. У нас есть для вас вопрос. Вот так. Важный вопрос. Жазера, скажите, я стала подозревать, что сын увлекается азартными играми. Ему 23 года, и как-то неудобно говорить напрямую, но и следить не хочется. Подскажите, как понять, что точно он начинает попадать в эту зависимость? Вообще это зависимость... 23 года как раз таки уже... Да. Период, когда спокойно оформляют кредиты. Самое такое пресловутое. Ну и у Лудмани есть еще и яркие факторы с детства. То есть это всегда открытые дети, яркие, открытые. Дети, которые очень страстно вливаются в игру. Это те дети, которые любят играть лото, монополия, что-то такое. И у них просыпается азарт. Финансовые игры. Да, кстати. И там же, то есть, вот эта вот базовая эмоция закрепляется. Они получают удовольствие от этих игр. Некоторые становятся финансистами, а некоторые лудоманами. А кто сказал, что финансист не может быть лудоманом? Да, тоже есть. Поэтому первая встреча с такими играми сопровождается приятными эмоциями. Она фиксируется. То есть она может спать много лет. Может лет 20-30. Но в один из периодов он может проснуться из-за стресса, из-за каких-то там... Когда нарушается жизненный баланс, он может проснуться спокойно, и человек опять может уйти туда. Но во взрослой жизни человек фокусируется на это. То есть все мысли об этом. Он более ярко выражает свои эмоции в игры. То есть он прям ругается, уходит в это. Он начинает... Расстраиваться. Переживая. Да, он прям... Он выкладывает. Это его мотивирует. И это очень такие большие лакмусные моменты, когда надо обращать внимание. То есть получается, если друг слишком эмоционально реагирует на игру, тогда вот уже зона риска. Тоже звоночки, да. А если просто поиграть, чтобы отвлечься, то это нормально. А есть такие, которые... А вот есть латентные лудоманы. Хорошо, если бы они не проявлялись, и как-то оно более перешло уже в другое. А вы знаете, что профессия также влияет на то, что человек может стать гемплером. То есть есть две большие группы. Это те, у которых скучная профессия, финансист, бухгалтер и так далее. А есть те, у которых... Активная профессия. Профессия вызывает... То есть имеет риск для жизни. И из-за этого они привыкли к этому адреналину и постоянно его ищут. То есть первая группа, они искусственно вызывают и приходят к этому. Вторая группа из-за постоянного стресса они прям сами ищут этого. То есть и уходят туда. Хорошо. И еще у нас есть сообщение для вас. Во-первых, спросили номер. Мы сегодня сделаем публикацию в Инстаграме с ссылочкой на нашу гостю. Так что вы сможете уже сами написать в директ. Ну и так далее. Там уже сами решите, что и как это будет происходить. Еще. Доброе утро, Александр. И замечательные гости. Меня зовут Айсуло. Мы вылечили мужа от этой страшной зависимости. Уже как 4 года не было срывов и даже не тянет, как он говорит сам. Заменил это дело рыбалкой и спортом. И пока все получается. Мы в него верим и всегда поддержим. Классно. Такие случаи, они наоборот вдохновляют. Делитесь с этим. Не молчите. Говорите об этом. Потому что многие говорят, мы боимся сглазить. Не бывает сглаза. Работайте над этим. И делитесь этими впечатлениями. И вдохновляйте его тем самым. Благодарите. Это тоже благо. То есть найти выход, найти альтернативу какую-то для этого процесса. Альтернативу и дать реализоваться человеку. А вот перебью сейчас. Какие первые действия работы психолога? Если вдруг к вам обращаются, говорят, что есть такая проблема в семье. Вот что вы начинаете, с чего делать? Вообще лудомания, гемплинг, он не лечится без психиатра. Мы сопровождаем лечение. Потому что, как я уже говорила, лудомания выжигает эти когнитивные факторы, на которых можно построить уже психологическую работу. То есть здесь нужно... Тут работа нескольких специалистов. Нужно конкретно подойти, комплексно. Возможно, и гормональные сбои, без которых тоже невозможно построить доверительные отношения с партнерами как базу для дальнейшего построения работы. Поэтому здесь нужно посмотреть комплексно. Нельзя говорить, мы один раз ходили, нам не помогло. Нет. Нужно искать своих специалистов. Это все индивидуально, это все точечно, аккуратно. Работая над этим, можно привести к хорошему результату, к устойчивому результату. Хорошо. Мы вот еще с вами за кадром поговорили о том, что как отличаются лудоманы мужчины и женщины. Вот интересная тема. Поделюсь практикой. Чаще всего лудоманы мужчины, они подходят с точки зрения анализа. То есть они анализируют саму игру, игроков, они делают ставки. То есть у них больше работает мозг конкретно. У женщины, она женщина, божественное создание. И поэтому чаще верят в мифологию. На Супербезии была женщина, разбирали ее случаи. Очень богатая женщина, у нее несколько крупных магазинов, можно сказать, сеть. В принципе, она реализованная, все хорошо. Был муж, к сожалению, она вдова. Но вот ее любовь к азартным играм, это было нечто. То есть она могла прийти в букмекерскую контору, и она делала ставки только на парные числа. То есть она верила в вот эти вот мифические цифры, определенные камни. Некая магия. Магия, да. Вот она вокруг себя. Но и мужчины тоже есть, но их меньше, меньшинство, чем женщины. У женщин это моя подруга, которая приносит удачу. Кошка, собачка, камушки, кольцо, рубашка. То есть всему придается такое... Амулеты такие присутствуют. Колоссальное значение. У женщин проявляется вот так. Смешно, но интересно наблюдать. Ну да, интересно наблюдать, но главное это вылечить. А бывали такие случаи, когда в семье не один человек, а два и несколько вот этих... Поколения? Да, поколениями. Или прям вообще сразу же, прям в одной семье все начинают этим заниматься. Ну это не грипп, как бы, чтобы болеть. Просто видят такой, можно сказать, молодые поколения видят пример и тоже этим начинают увлекаться. Бывали такие случаи, что родители делили своим опытом, что да, я когда-то играл в карты, в 90-е еще, но я все бросил, перестал. А у сына... А он же еще не бросил, он же еще не пробовал. А у сына это проявилось еще дальше. Ну вот как-то неэтически передалось любовь к картам. Сначала он, ребенок, как раз, любил тасовать. Это его успокаивало. То есть он фокусником не стал, а вот именно туда пошел? Ну он другие фокусы показывать начал уже с деньгами, поэтому... И вот так вот оно не передалось, скорее всего, а вот что-то... Воспиталось, можно сказать, даже. Да, запечатлилось еще в раннем детстве, и оно перенялось, и бессознательно уже вылилось в жизни подрастающего поколения. Вот так. Хорошо, теперь вопрос такой. Что можете посоветовать нашим телезрителям, ну и, соответственно, привет передать вон туда? Хотелось бы сказать, чтобы люди не боялись какой-то лудомании, о том, что есть такие случаи, с этим можно и нужно бороться. И, наверное, первая, наипервейшая рекомендация. Если вы уже столкнулись с такими случаями, то ни в коем случае не нужно закрывать долги лудомана. Человек должен сам прочувствовать до конца этот опыт и этот груз долго. И только потом он может более-менее выйти к тому осознанию, что это тяжело. Ну и, во-вторых, всегда нужно уделять время друг другу. И говорить, и правильно разговаривать друг с другом. Ну и привет, наверное, все-таки маме с папой, которые сейчас смотрят. Правильно делают. И всему Кустанаю, который, как ни странно, уже проснулся и уже движется к своим целям.